Я вообще в шоке от того, насколько злые люди, насколько злые комментарии мне написали под тем видео. Всегда найдутся мерзопакостные людишки, которые какую-нибудь гадость да напишут. И на самом деле нужно просто не обращать внимания. И сразу столько умников нашлось, сразу столько мне дают непрошенных советов. А надо было сделать так, а надо было сделать то. А вообще хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за теплые слова, за то, что переживаете. Мы с Олесей уже дома, и все интересовались состоянием дочки. Вообще после падения, вот именно в этот день, когда Олеса упала, у нее болела голова, она жаловалась. На следующий день она проснулась, она стала вести себя как обычно, никаких изменений у нее внешних вообще не было. То есть она вела себя как обычно, и если бы не рентген, а не томография, можно было бы сказать, что она абсолютно здорова. И слава богу, кстати, что нет никаких изменений в поведении вообще. Ну, то есть она абсолютно как бы нормально себя ведет, как и прежде. И именно это и хорошо, потому что если вдруг были бы какие-то изменения, конечно, это было бы намного хуже, опаснее. И мы бы лежали в больнице еще очень долго. И просто некоторые не понимают вообще, насколько ужасно в больницах. И я хочу, конечно же, рассказать, насколько там ужасно все. И просто люди, не зная вообще ситуации в целом, пишут гадости. И такое ощущение, им бы лишь бы просто напакостить в душу. Некоторые, конечно, меня там комменты очень разозлили. Знаете, злая такая, думаю, блин, вообще не буду больше видео выкладывать. А потом такая успокаиваясь, думаю, ну, все-таки у меня-то хорошие подписчики. Я ужасно хотела домой. И мы с Альейской так классно отоспались сегодня. У меня вообще она встает очень рано в 6-7 часов. И это у нее с рождения так. Вот. А это мы спали до 10 часов. И прям реально наслаждались домом. Вот. Потому что ужас, ужас в больнице. И столько мучений мы пережили. Очень травматичны. И особенно такие непоседы. Вот. И уследить за ребенком это просто нереально. Есть вообще такой бред, пишут. А я как будто, знаете, супермен. Я стояла рядом. И я должна была в момент падения маленького, должна была ее как-то подхватить, спасти. А лезь у меня на самом деле уже падала очень много раз. Она падала с дивана, с горки, с лестницы. Мы обращались к врачу. И тоже не сразу, между прочим. Вот. И тогда все как-то обошлось. То есть ничего такого серьезного у нас не было. И в этот раз я тоже думала, что ничего серьезного не будет. Сейчас хочу рассказать о ужасных условиях в больницах. Но вначале я хочу сказать, точнее прокомментировать комментарии некоторые под тем видео. Насколько я в шоке злые люди. Некоторые оказались. Комментарии просто неадекватные. Многие вообще не зная ситуации в целом. Не зная вообще состояния. Какие-то делают необоснованные выводы в мой адрес. И, конечно, очень многие поразили, что неужели вы думаете, если бы Олеся себя плохо чувствовала в больнице, я бы ее там одну оставила и поехала бы домой делать свои дела. Конечно, я вообще в шоке просто от некоторых. И вы вообще не знаете ничего о нашем состоянии за эти все дни. И я очень рада, например, что у меня была такая возможность съездить домой. Я рада, что у меня мама меня подменила на один денек. К сожалению, многие, кто из области приезжают, у них нет такой возможности съездить домой. Как раз вот хочу рассказать о ужасных условиях в больницах. И, конечно, поражает, насколько злые некоторые люди. У них нет ни капельки сострадания к чужой беде. Читала я некоторые комментарии, я ужаснулась. И после такого даже, знаете, иногда не хочется вообще ничего больше выкладывать. Думаю, все, больше я снимать вообще с вами делиться ничем не буду. Но все-таки потом понимаю, что все-таки в основном у меня большинство нормальных, адекватных людей. Всех негативщиков буду, конечно же, отправлять в бан. И обязательно заблокирую всех, кто меня там оскорблял. И всякие гадости писали. Мы с Олесей лежали в 3-й советской больнице, в детском 4-м корпусе. Отделение травматологии, детская хирургия. И, конечно, понимаешь, что здоровье ребенка важнее всего. Поэтому нужно преодолеть любые сложности, любые условия. Знаете, русский человек ко всему привыкает. Первые 7 дней были просто кошмарными. Потом уже начинаешь привыкать к этому больничному режиму. И сразу скажу, что мы в этой больнице с Олесей именно в детском отделении лежали первый раз. Я надеюсь, и последний. И для тех, кто не знает, сразу скажу, что если вы с ребенком ложитесь в больницу, то кормят в больнице только ребенка. И также у вас одна кровать на двоих. В палате было 4 кровати, 4 стула, холодильник, вот такая маленькая раковинка, туалет мизерный. И, в принципе, все. Ну и 4 тумбочки. Детишки должны больные спать на кроватях, а родители должны спать на стульчиках. Пока мы лежали, больных много сменилось за этот промежуток времени. А вначале было так, что на кроватях лежало 4 ребенка и было также в палате 4 мамы. Я сейчас немного отхожу от этих больничных условий, от этого кошмара, от этих мучений больничных. Вот. Мне, конечно, там очень много всего поразило, и я, конечно, в шоке, что у нас 21 век, на дворе современных технологий, а больница просто в ужасном состоянии и с кошмарными условиями. Очень меня удивило, что в палате лежат и девочки, и мальчики, то есть никак не классифицируют, причем от 2 лет до 16 лет, а может даже, вот я там видела и 5-месячного ребенка. И нас всех, конечно же, первым делом поразило то, что нет души в палате, и вообще за пределами палаты тоже нигде нельзя даже искупаться. Просто вот некоторых мне так жалко было, и они из области приезжали, и элементарно там негде искупаться, привести себя хоть немножко в порядок. Вот. В палате ободранные стены, постель дают, она вся в дырках, какая-то вся в пятнах, на окнах нету сеток, подушки там тоже ужасные, это не подушки, а одно название. Потом, конечно же, я мужу сказала, он мне привез и подушку, и постельное белье, вот, и раптор, потому что сеток там нет на окнах, комары залетают, всякие мошки, бабочки. Очень душно, и закрытым окном было просто нереально спать. Также муж потом мне привез чайник, кстати, без чайника там было бы очень плохо. Вот. Соседние палаты тоже спрашивали у меня чайник, и были мне очень благодарны. Ко мне каждый вечер приезжали родственники, привозили мне еду, потому что там так велено, что больничная еда, которая там дается, она рассчитана только на детей, и дети должны есть только вот эту больничную еду, то есть больше ничего им типа того нельзя. И, конечно, там было очень много детишек, которые вообще не ели больничную еду, потому что, если честно, она была невкусная, иногда была она даже отвратительная. И я помню, как давали макароны, просто переваренные в какую-то кашу, без масса, без всего, и это, конечно, есть было невозможно. Вот. Иногда давали там вкусные вещи, давали там омлет, я помню, один пирожок с картошкой. Кормили три раза в день детей. Вот. На завтрак обычно это была кашка. В обед давали какой-нибудь супчик, либо щи, либо рассольник. На второе там что-нибудь горячее, не очень вкусное. Ужин был в 5 часов, и там кормили как на полудник. То есть на ужин давали там один пирожок с картошкой, либо запеканку творожную вот такую вот маленькую. И хорошо, что ко мне приезжали родственники и привозили нам все. Причем, знаете, кормили там, я даже заметила, что порции были одинаковые. Что двухгодовалому ребенку дают, что и 16-летнему, к примеру. Также там вообще лежали грудные малыши, и я заметила, что им там давали определенную пищу. То есть там до года было свое меню. Мне ужасно не понравилось отношение врачей, отношение вообще всего медперсонала. Были там очень злые медсестры, санитарки, которые постоянно ворчали. Мне это не очень понравилось. Ты что, хочешь апельсин? Идем ко мне. Вот она пришла, моя красотка. Давай я сейчас тебе почищу. Сейчас тогда на палубу поставлю. Пока Леся кушает апельсинчик, давайте еще расскажу, что я хотела там. Отношения врачей мне не понравились, потому что они ничего не могут объяснить, пояснить, рассказать. Пока сама не спросишь, пока не будешь задавать вопросы, они будут молчать, ничего не говорить. Я все смотрела в интернете, изучала наш диагноз, смотрела, как вообще это лечится. Когда мы поступили в больницу, у нас был один врач-мужчина, а потом он как-то резко ушел в отпуск, и, бац, у нас уже другая врач-женщина была. От нее вообще было и слова не добиться. Я хотела еще рассказать про томографию, что томографию мы делали в пятницу о 9 часов утра, и нам сказали, что после обеда она будет готова. Конечно же, я очень сильно ждала этих результатов, постоянно спрашивала, готовы или нет. В итоге мне сказали, что нет, сегодня не будет готова, в субботу будет готова. Я жду субботу уже с нетерпением. В итоге в субботу мне дежурный врач говорит, что нет, ваши результаты будут только в понедельник у вашего лечащего врача. Я там вообще с такими нервами ждала этот результат. В итоге в понедельник утром приходит врач, обход был с 9 до 10 в основном, и результата так и нет. И вот только, по-моему, часа в 4 я узнала точный диагноз наш. Мне до сих пор непонятно, почему так долго они нам результат не давали. Также меня очень сильно удивило, что в больнице не было ксерокса, ни в отделении, ни во всей больнице. Вообще там больница, это рецоветская, она такая очень большая, там много разных корпусов, и там достаточно такая большая территория. В итоге, когда нам сказали, там мы с одной мамой принести ксерокопию, там у нас было паспорт, свидетельство о рождении, ну всяких документов. Вот, мы пошли искать ксерокс, в итоге мы нашли его только на улице, там на базаре, на 2-й садовой, пришлось туда идти. Вот, причем Олеся ее не могла оставить одну в палате. Вот, а им приспичило очень срочные эти ксерокопии. В итоге мы все вместе пошли искать, где это делают. То есть, казалось бы, такие элементарные вещи, ксерокса у них даже нет. Вообще, странно. Также я хотела отметить, что все медсестры молодые. Ну, примерно там от 20 до 25 лет. И нам делали неправильные уколы. У Олеси была, извините, вся попа синяя. И я-то знаю уже, мы не раз их кололи, и я знаю, в какое место их нужно делать. Но ей кололи абсолютно разные места. И да, кстати, 1 сентября резко похолодало. Если до этого была температура где-то 30 градусов, то 1 сентября она резко упала. Было 15 градусов. И все резко замерзли. Некоторые даже с собой не взяли теплые вещи. Вот. Ну, нам хорошо привезли их. И дали как раз 1 сентября одеялки теплые. Также с травмами детишки поступали, так скажем, ну, нездоровые. То есть, они там болели, у них и кашель, и сопли были. Поэтому, конечно же, можно было там заразиться спокойно от них. И опять же таки, там не было никакого изолятора для болеющих детей. Ну, все как бы были в одном месте. И мы немножко там приболели. Ну, как говорили, сейчас насморк, но небольшой. Меня, конечно, еще очень сильно там раздражала одна медсестра. Ну, и не только меня, но и всех, кто был в палате. Которая в 7 часов утра забегала каждый день. Кричала подъем. Вставайте, вставайте, давайте убираться. Чего тут, типа, наставили. Хотя у нас все было нормально. Конечно, было жалко детишек, потому что они могли бы спокойно спать до полдевятого. Потому что полдевятого был завтрак, а она, я не знаю зачем, всех будила. Я там все это терпела и не вступала в перепалки с ними. И, знаете, я вообще, если честно, я хотела полежать там 5 дней. Потому что вначале нам сказали, что мы 5 дней будем лежать. И потом я хотела поехать просто к хорошему, платному неврологу в частную клинику. Мама, вы рады, это я убирай. Чтобы нам все объяснили, потому что сказали, что дальше. Сейчас. Но, послушав родственников, которые говорили о том, что лучше там лежите сколько нужно, я решила там остаться, в этой больнице. И нам делали только уколы, которые можно было делать и дома, в принципе. И вот завтра мы поедем уже к хорошему неврологу, потому что нам лечиться еще полгода. И я тогда-то все и узнаю. Все, что меня сейчас интересует и волнует. Очень многие интересовались состоянием здоровья Малеси. В тот день падения, конечно, у Олеси болела голова. Но на следующий день она не жаловалась ни на что не особо. Внешних изменений никаких нет. Изменений в поведении нет. То есть она ведет себя как обычный. И это очень хорошо. Если бы у нее были какие-то изменения в худшую сторону, нас, конечно же, бы не выписали. Многие, кто там с вами лежали в больнице, все время спрашивали, а что с вами? Почему вы лежите? У вас же нету никаких видимых травм. А у нас вот, к сожалению, травма-то находится именно внутри головы. Вот. И я надеюсь, что все у нас пройдет и не будет никаких последствий. Буду настраиваться только на хорошее. Если бы ни рентген и ни томография, по Олесе можно было бы сказать, что она абсолютно здоровый ребенок. Ты помогаешь маме? Посуду моешь? Ты моя помощница? Олесь. Олесь, скажи что-нибудь. Нет, она не хочет сниматься. Да? Не хочешь сниматься? Ну ладно, не буду, все. И знаете, вот эти все условия больничные, ужасные, они нагоняют какую-то депрессию. И вообще в таких условиях, мне кажется, нереально окончательно выздороветь. Поэтому я очень сильно хотела домой. Я рада, что мы сейчас дома. Так сказать, родные стены лечат. Да, и кстати, еще же там детишки с абсолютно разными травмами поступают. И ты на эти усы смотришь, и просто у тебя крыша сносит. Просто ты уходишь в какое-то депрессивное состояние. И знаете, я вообще в шоке. Я сейчас смотрю нашу выписку «Проведенное лечение». И здесь даже неправильно написали. Тут написано «Таблетки глицин». Что нам давали по одной таблетке три раза в день. Нам давали всего одну лишь таблетку, и все. Я не понимаю, зачем выписки писать того, чего не было на самом деле. Приехали мы недавно от невролога. Короче, это мы сегодня были у обычного в поликлинике. Мы через два дня поедем к хорошему специалисту, потому что сегодня нам попался мужчина, ему лет 25, не больше. И особо доверия он меня не вызвал. Короче, он нам назначил кучу лекарств. Сказал, чтобы мы придерживались расширенного постельного режима. То есть это означает то, что нам гулять можно только в определенное время. Много чего нельзя делать. Нельзя там играть в игры на планшете, на телефоне. Нельзя компьютер, там телевизор смотреть. То есть в основном лежать, грубо говоря, и чтобы я и читала книжечки. А можно мне музыку слушать? Да, и музыку можно слушать, и то негромко. Вот. То есть такое все. Должен быть в покое. Потом он сказал, что через месяц нам надо будет еще ложиться в больницу. Но это уже в другую. Я надеюсь, что будет дневной стационар. Ну, короче, это мы еще потом посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Вот доктор прописал шлем от ушибов. Пока не фоткай. Вот так сделай. Мы гуляем сейчас около больницы. Вышли на полчасика. Спокойся. Спал. Вот такие цветочки. Вот наша детская площадка, на которой мы постоянно гуляем. Вот наш велик. Вот Олесенька. И это, кстати, у нас новый район. И здесь везде асфальт. Почти на каждой детской площадке асфальт. Вот эти качели, с которых мы упали. А вообще сегодня классная такая погодка. Ни жарко, ни холодно. Я прям обожаю такое время года. Кстати, у меня падало и самокат, и с велосипеда. И еще много откуда. И всякие гадости пишут, наверное, те, у кого нет детей. И не знают, что такое непоседливые дети. Продолжение следует...